Ну что, я тут сегодня совсем по-домашнему, так что отправляюсь на зарядку. Доброе утро, я говорю, я не так, но кто-то знает её как дизайнер одежды, кто-то помнит её как мисс Эстония, ну а для нас она сегодня инструктор по йоге. Привет ещё раз. Ну, вообще, когда про йогу речь заходит, то считается, что это больше такое женское занятие. Да, правда, есть такой стереотип, что йога только для женщин, но изначально йога очень и очень мужская практика. Йога появилась 5000 лет назад в Индии, была придумана мужчинами для мужчин. Более того, женщинам запрещалось заниматься этой практикой. Даже так. Силу кастового деления, которое до сих пор существует в Индии, поэтому мужчину очень много принесли мужского в эту практику. Ну, во-первых, йога развивает недюжинную силу и выносливость. Не обольщайтесь по поводу темпа медленного. В йоге преобладают статические нагрузки, которые как минимум в 4 раза больше, чем динамические. Хорошо. А почему в таком случае сегодня на занятии йогой мужчины ходят не так часто? Или я ошибаюсь? Ну, мне так кажется. По крайней мере, я не знаю среди своих знакомых ни одного мужчины, кто ходил бы на йогу. Но знаю много женщин, которые любят йогу. Ну, на этот счёт существуют разные мнения. Самое распространённое, то, что женщины умеют экспериментировать, и они умеют пребывать в процессе, не гонятся за мгновенным результатом, как любят это делать мужчины. Да, чтобы сходил, две позы принял, и уже чтоб кубики, да? На самом деле, да. Это частая распространённая ошибка, потому что йога – это всё-таки пронакопительный эффект. Ну и что там говорить? Женщины более гибкие от природы, им заниматься йогой проще. Но вот как раз-таки в этом смысле мужчинам имеет смысл развивать свою гибкость. Ну, все мы любим равняться на кумиров, известных людей. Приведи несколько примеров, кто из сильных мира сего практикует йогу, чтобы мы поняли, ага, я хочу быть такой, как он. Из мира сильных сего, наверное, больше хочется привести в первую очередь красавчика, оскароносного, талантливого актёра Мэтью МакКонахи, который любит пляжи, демонстрации на пляже своего идеального тела. И всё благодаря йоге, да? Я думаю, да. Кстати, на пляже его часто можно заметить медитирующего и занимающегося йогой. Роберт Дауни, младший, дебоширь, бунтарь, который всегда был вне стереотипов. Стин, который стал сегодня, ну, по сути дела, посланником йоги в современном мире. Адам Левин, солист группы Maroon 5, который получил в спортзале сильную травму позвоночника. Сегодня он занимается йогой и делает большие успехи. Короче, примеров хватает. Да, хватает. Всё, хочу быть, как они. Давай, начинаем. Ну что же, начинаем. Начинаем с позы воинов. Очень такой мужской асаны. Само название асаны говорит за себя. Левая нога вперёд, правая нога назад. Достаточно широкий шаг. И левую руку вытягиваем вперёд, правую назад. Делаем глубокий вдох и приседаем ниже выдоха. Андрей, у тебя прекрасно получается. Да, отлично. Стараемся расположиться в одной плоскости и ощущение невозмутимости и стабильности позы воина. Герой, оставайся здесь. Мне кажется, тут как в танцевальном зале хорошо бы иметь зеркало, чтобы видеть. Да, да, ну я буду твоим отражением и тебе помогать. Живот в себя, спина плоская, копчик вниз. И уводим колено чуть в сторону. И вся опора во внешнем крае стопы, правой стопы. Я считаю, до 10 и сохраняем это положение. Вот пример статической нагрузки, в которой... Я уже устал. Очень много, да, ещё стоим. Один, два, так и нарабатываю тело, свою силу. Три, три, четыре, пять, шесть. Корпус чуть назад. Семь. Видишь, уже потерял, да? Восемь, да, не кисть. С ним девять, десять. И выходим в другое положение. Пятка наверх, руки вытягиваем наверх. Приседать можно ещё чуть ниже. И весь упор опять в задней ноге. В задней. Выпрямляем ногу, да. Опять живот в себя. Смотрите, отлично получается. Плечики. Не хуже, чем у Роберта Дауни-младшего? Нет, не хуже, правда. А то я бы этого не пережил. Отлично. Стоим в этом положении. Опять считаю, до 10. Один, два, сохраняем спокойствие. Она специально так медленно считает. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять и десять. Руки в намасте. Но сейчас самое интересное, баланс. Можно вот так подшагнуть вперёд и вытянуться вдоль пола, параллельно полу. Вот, да, здесь самый вызов уже в этих балансах. Держимся, держимся. Ещё раз не теряй. Это такие катастрофы. Первые шаги в йоге. Так, отлично. Держимся. О, супер. Я считаю, до 10. Один, два, три. Отличная разминка для утра. Четыре, пять. Баланс, баланс, баланс. Шесть. Ухватиться хочется. Держим. Семь, восемь. Максимальная концентрация. Девять. Отлично. Десять. Супер. Теперь встаем в гуднатасану. Стараемся колени совместить с носками. Вдох. И садимся здесь. Выдох. Дышим. Один. Так, да? Два, три, четыре, пять, шесть. Позу это, кстати, тибетские монахи тоже используют. Они известны своей нагрузкой для подготовки восточных единоборств. Семь, восемь, девять, десять. Ниже. Один, два, три. Как себя чувствуешь? Четыре. Хорошо, да? Пять. Идем дальше. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще ниже. Один. Два. Три. Ниже я уже не сяду, наверное. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Это не еще не все. На носочки. А еще на носочки. Один. Два. Три. В чистом виде статика. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И последнее. Толкаем стенки. Руками. Один. Два. Слушай. Супер. Три. Четыре. Отличная устойчивость. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ну и последняя низкая планка. Шагаем назад. Глубокий вдох. Выдох. Остаемся здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Все. Можно отдохнуть. Все. Сняли. Яна Тахинова была сегодня у нас. Инструктор по йоге. Дизайнер одежды. Мисс Эстония. Спасибо. Спасибо тебе. Приходи. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...